Здравствуйте! Меня зовут Ревякин Дмитрий Владимирович. Речь пойдет в этом видео о натюрморте. Что можно сказать сразу? Как я установил натюрморт? Если вы будете ставить дома подобный натюрморт, то обратите внимание. Вообще сирень по тону довольно насыщенная, то есть темная. Поэтому желательно использовать светлый фон. То есть темное пятно на светлом фоне. Это дает контраст. И поэтому сирень будет выделяться. Это раз. Второе. Сирень имеет зеленые вот эти вот листочки, оттенки. И такой вот сиреневый, фиолетовый, какие-то синие, голубые, светлые вот эти вот тона. И контраст этому тону, вот этому пятну, будет как раз вот такой фон. То есть желтый. Опять же, все надо распределить по контрастам. И посмотрите, все как разбито по тону. То есть это насыщенное довольно-таки. Горшок еще сильнее, еще темнее. Это на фоне, может даже я не знаю, как, может быть, можно будет поставить на фоне, чтобы заходили одуванчики на фоне вот этого кувшина. Дело в том, что они яркие довольно, пятна. И они будут выделяться. Но камера стоит слева, поэтому оно так и есть. У меня холст будет чуть в ту сторону расположен, поэтому я буду под другим углом видеть этот натюрморт. И я сразу предупреждаю, чтобы не было вопросов, что не так в рисунке идет. Все так, просто камера, я не могу ее прикрепить как-то, ну вот, где глаза мои находятся. Поэтому она немножко стоит сбоку. И рисунок, соответственно, будет немножко другой, отличаться вот от этого. То есть положение я буду с того угла его рисовать, а камера стоит с этого угла. Ну вот, по сути, что по тонам. Ну и смотрите, белый, такую вот драпировочку белый, вот здесь план получается светлый. Желтый, вот таких каких-то охристых там и теплых тонов, дальний план. Ну и по тону все разбито. То есть довольно просто это, казалось бы, писать. Остается только распределить композиционно верно, и по пятнам разбить на части, наметить какого тона кувшин, какого тона цветочки, какого тона сама сирень, листья и драпировки. Вот, в принципе, и все. Это на стадии подмалевки. А потом это все прописывают. Возможно, я покажу уникальную технику, как можно наносить сирень, прорисовывать вот эти лепесточки. Ну вот, посмотрим там. Если надо будет, покажу. Значит, какими кистями я пользуюсь? Кисти большого номера обязательно для заполнения фона. Ну, они тут 24 и 12, да, но они фактически одинаковые. По своему объему. Только вот здесь волос покороче, а здесь волос подлиннее. Хорошие кисти, щетина отбеленная. Вот это полукруглая кисть, а вот это немножечко такая плоская просто. Дальше. Кисть синтетика где-то от третьего до шестого номера. Это кисти, которыми можно рисовать предварительный рисунок, контурный рисунок. Но я вам сейчас подробно покажу, как контур нарисовать, потом подробно покажу, как делать подмалевок, и потом как прописывать. Ну, дальше мастихины. Так, где они там? Трех видов. В общем, можно использовать рыбку, маленький мастихин. Ну, а вот такие подобные обычные мастихинчики, средних размеров, больших, как вам удобно, как вы привыкли. В общем, увидите в видео, какими я буду пользоваться мастихинами. Вот, для палитры, допустим, так, это все вот одинаковые мастихины, да? Ну, это средние, в принципе. Ну, для палитры побольше мастихинчик желательно, а для деталей поменьше. Ну, просто, как бы, логично думать. Палитра сама, кстати говоря, о палитре. Ну, вот, посмотрите, у меня палитра сейчас просто проводила мастер-класс, вот, осталась краска. Что это такое? ФЦ голубая, кобальт синий, средний, небесно-голубая, охра золотистая, это охра желтая, охра светлая, кадмий оранжевый, кадмий светлый, красный. Вот это вот неаполитанские какие-то, фиолетовые, вот, карминовые, какие-то такие цвета. Потом Марс, а, это вообще черное у нас, да? Ну, еще Марс коричневый можно выдавить, даже нужно зелененькое. Белить сейчас еще подвыдавлю. И, в общем, палитра вот такая. На самом деле, чем больше оттенков, если вы в них не путаетесь, то тем это будет и лучше. Дальше. Масленка сюда крепится, разбавляю я тройником, либо разбавителем каким-нибудь, который сувает спиритом, смешанным, или там, спиненом. Льняное масло, отбельно очищенное, продается в магазинах для художников. В принципе, вот и все. Смотрите, как распределены краски. Холодные здесь и теплый ряд. Охра, такие теплые. И белильцы отдельно. Черные, вот, белильцы, они отдельно. А вот здесь идут замесы красочного слоя. Что хотелось бы еще сразу сказать? Сразу хотелось бы отметить, что для начала мы делаем контур, контурный рисунок. Но я буду делать либо карандашом, либо кистью, может быть, все сразу. Чтобы вам было понятно, сначала, может быть, карандашом, потом обведу второй раз еще, чтобы показать все точнее, краской. И контурно мы рисуем, где расположена ваза, где общая форма цветов, сирени и так далее. Где вот стол, вот этот угол стола проходит. То есть, вот это все рисуем контурно. Потом, второй этап, прописываем под малевком. То есть, находим общие тоновые массы. То есть, смотрим, какой здесь тон общий. Вот смотрите, здесь вот темнее, здесь светлее. Но общий тон задаем. Потом, общий тон вот этой белой драпировки. Общий тон вот белой драпировки, которая свисает. Видите, она освещена как. Так, общий тон вот этих цветочков, стаканчика, кувшина, сирени и листвы. То есть, все по большим массам. Ни в коем случае нельзя на первом этапе брать и прям прописывать сирень. Вот заполнили фон, иначе сирень прописывают. И прописывайте, прописывайте, пока она не получилась. Потом уже приходите к кувшину. Это грубейшая ошибка, потому что вы можете написать сирень красиво, но она по тону или по цвету будет выпадать. То есть, неправильная будет. И будет очень плохо смотреться сам натюрморт. То есть, надо натюрморт писать, исходя из всего натюрморта. Точнее, вот, допустим, кусочек сирени писать, исходя из всего натюрморта. А это делается только поэтапно. Вот тут надо себя ловить на мысль, что надо постоянно взгляд блуждающим таким взглядом по всему натюрморту и весь холст заполнять. Особенно на первом этапе надо прям смело вводить множество-множество оттеночков, но заполнять весь холст. Ну, в принципе, вы сейчас увидите это все наглядно, я вам покажу. Ну, давайте начнем. Холст у меня 50 на 60, то есть, среднего размера, приблизительно получается в натуральную величину. Я буду писать это натюрморт. Не знаю, как по композиции. Либо я высоту, вот, холст будет заканчиваться вот на этом уровне, либо на этом. Я еще сам не определился. В общем, то есть, обрежу вот эту веточку. В общем, посмотрим. Давайте начнем. Так, ну, опять же, вот о чем я говорил. Камера стоит немного сбоку, поэтому, возможно, вы не так видите натюрморт, но я его вижу, вот если бы я посидел по прямой. Вы немножко сбоку его, наверное, видите. Но ничего страшного, опирайтесь на мой рисуночек. Значит, что тут важно? Важно сначала, для начала, установить линию стола. Но линия стола идет, вот, по отношению ко мне, фактически, фактически по прямой. Но давайте ее немножко, может быть, под углом, под каким-то, зададим вот такой немножко угол. То есть, вот здесь будет поменьше, а здесь будет побольше. Сейчас я пока намечаю карандашом, потом намечу все, повторю, красками, и вам будет видно. По центру делаю, вот именно по центру делаю вазу. Обычно она делается, смещается куда-то. Обычно смещается ближе к свету. Свет отсюда идет, в эту сторону. В эту сторону идет свет, то есть отсюда. Но вот эта часть затемнена, и поэтому кувшин обычно смещает все. Но так как у нас ромашки будут, поэтому я хочу сделать его кувшинчик по центру. Вот он, центр холста, и вам будет проще. И разбиваю, показываю высоту основания кувшина и самую высокую точку кувшина. Ну, не кувшина, а сирене. Вот здесь. И смотрим кувшин. Ну, сколько он здесь? Два с половиной приблизительно раза. Ну, вот такой он, небольшой будет кувшинчик. Вот. А остальную часть занимает сирень. Немножко все-таки смещу сразу влево. Вот середина холста, и чуть-чуть влево смещу. Значит, вот я наметил, будет у меня вот здесь кувшин. Вот эта линия вертикальная, она разбивает кувшин пополам, якобы. Ну, так, визуально. И главное ее не завалить. То есть она должна параллельно вот линии холста быть. Вот краю холста параллельно. Тогда она, кувшинчик будет ровненько стоять. Значит, намечаю дно кувшинчика и высоту вот определяю. Вверх кувшинчика. Сразу можно померить карандашиком. Вот почему на карандаше черные вот такие штучки сделаны. Это не просто так. Это специально, чтобы можно было мерить. То есть мы глазом можем померить вот эту высоту кувшина и ширину. Либо ширину и сколько она раз в высоту кувшина впадает. То есть одним глазом прикрываем, ставим пальчик на ширине кувшина, отмечаем. И смотрим, сколько раз эта ширина входит кувшину. Ну, полтора раза получается. Значит, если полтора раза, то получается вот так вот сначала приблизительно раз, полтора. Ну, где-то вот здесь. И проводим линию. Можно делать пока на глаз. То есть не обязательно сразу прям мерить. Тем более, у нас же не стоит задача прям точно написать кувшин такой, какой он есть там. Но дело в том, что смотря, что вы хотите. Если хотите, можно в точности сделать. Хотите, можно как-то импровизировать. У Ван Гога вообще кувшин подсолнуховых завален был в другую сторону, кривой. Но ничего, это произведение искусства. То есть тут главное, как вы это преподадите эмоционально, вот эту всю картину. Но все-таки, вот эту часть меряем, вот с этой частью и сразу отмечаем. То есть вот эта часть должна быть равна вот этой части. Вот две равные части. Вот она середина. Это будет ширина, вот она ширина кувшинчика будет. Наметили ширину кувшинчика. И так вот приблизительно на вскидку дно. Оно у нас не видно, но мы должны как бы просвечивать как рентген через вот эту сиреню и представлять, как она будет. Сразу меряем. Вот этот кусочек должен быть равен вот этому кусочку. Намечаем. Смотрите, линии вот эти под 90 градусов уйдут. И вот эта под 90 градусов. Намечаем скобочки. И показываем донышко. Вот она у нас донышко будет, да? Показали донышко. И показываем, вот кувшин имеет какую-то вот такую форму. Я бы мог сразу ее вот так взять и обозначить. Но чтобы вам объяснить, сделаю построение. Смотрите, вот это расстояние, вот здесь вверху, немножечко побольше. То есть вот центр, и мы немножко отрезок больше делаем. Ну вот таким, допустим. Даже может быть еще побольше. Вот таким. Меряем, меряем. И ставим сюда. Вот эту часть. Все должно быть одинаково ровно. Вот этот отрезок должен быть равен этому отрезку. Вот. И тонкую часть кувшина тоже смотрим. Тоже делаем под 90 градусов линию проводим. Делаем ее чуть уже. Ну вот такую, допустим, да? Чуть уже. Делаем серединку. Вот она. И еще раз пальчиком меряем. Раз, два. Вот она где будет. Если вы сомневаетесь, то вы можете всегда все промерить. То есть еще раз все промерить. Но можете взять линейку, если вам нужно точное, точное, точное какое-то построение, какой-то рисунок. Я не стараюсь. Я на этом не зациклюсь. Конечно, желательно... Вот он уже начал даже появляться. Уже в построении идет. Он уже появляется. Кувшинчик. Желательно сразу определить, где у вас будет находиться стаканчик. Вот он, допустим, стаканчик. Он небольшой. Совсем небольшой. Хоть и на переднем плане он стоит. Но он вмещается... Сейчас. Раз, два. Два с чем-то раза в кувшин. Ну, вот такой он высоты приблизительно. Вот я точно отметил. И мы можем его... Вот тут заканчивается. Значит, стаканчик где-то будет вот таким. По высоте. Можем сразу его наметить. И ромашечки тоже надо определить. Угол. Но это, в принципе, все потом возможно. Теперь давайте сделаем... Все-таки дорисуем его до конца. Этот кувшинчик. Вот он. Такой имеет форму. Вот здесь он немножко закругляется. Закругляется. Здесь делаем его вниз. Более как-то плавно его закругляем. Ну, вот приблизительно он у нас получился. Да? И делаем... Сразу представляем, какая у него окружность. Как бы насквозь его смотрим. Вот тут донышко. Можно поошире чуть сделать. Но, в принципе, краской потом уточним. И горлышко. Вот горлышко особо не надо сильно изображать открытым. А так, чуть-чуть. Вот он, в принципе, кувшинчик наш построен. Да? Но мы его еще потом пропишем. И стаканчик. Стаканчик, как я уже говорил, тоже вот под 90 градусов разбиваем. Делаем отрезочки. Вот такие меряем, если что. Меряем. И он у нас довольно такой ровненький, плоский. Легко рисовать. Поэтому как прямоугольник его сначала обозначаем. И находим вверх стаканчик. Тоже вот показываем. Но он там не виден будет. Но так вот для себя чуть-чуть обозначим. Смотрите, что важно. Важно на самом деле увидеть край стола, где находится. Увидеть, где находится дно по отношению. Вот видите, тут дно вот здесь находится подальше кувшин. А тут стаканчик спереди. И где он заканчивается по отношению к кувшинчику. Видите? Вот что самое главное показать. Так. Ну и показываем теперь, где будут у нас ромашки. Вот смотрите, тут угол вот такой. Я сейчас общую форму ромашек делаю. Не какой-то там отдельной ромашки. А вот прописываю, прорисовываю общую форму. Вот она общая форма ромашек какая. Готово. Дальше. Смотрим вот такими линиями, где будет у нас заканчиваться листочек вот этот кленовый. Где он по отношению к кувшину будет. По отношению вот эта точка и вот эта точка. Вот где эти точки соприкасаются. То есть и рисуем кленовый листочек. Вот я опять листочек разбиваю пополам. Видите? И таким образом мне удобно прорисовывать его. Ну он там куда-то уходит. В общем, не важно. Там еще один. Вот он один листочек. Вот тут еще один там виден, да? Не суть. Важно сейчас. И теперь вот эти листочки намечаем. Тоже можно несколько наметить. Вот они идут поверх. Сюда идут. Но особо сейчас не надо акцентировать внимание на этом. А что нужно сейчас сделать? Нужно показать. Вот, кстати говоря, сразу можно отметить, где будет стол заканчиваться. Таким образом приблизительно. Веточку можно пустить сразу сюда. Вот здесь будет сирень. Вот она. Опять же смотрим. Вот эта точка и вот эта точка. Где эти точки совпадают. Вот на сирене. Она заходит на донышко. Кувшинчик. Вот веточка пошла. И вот таким образом просто контурно, пока контурно рисуем вот эти вот листочки. Дальше. Здесь что мы делаем? Здесь мы обозначаем, где у нас получается вот эта линия по отношению, где заканчиваются листочки. Вот она идёт. Так. И вот так как-то идут эти линии. Все эти линии по строению мы потом можем закрасить. Так что ничего страшного нет. Вот ромашки. И по отношению, как эта линия идёт по отношению к сирене. Вот к этой сирене, которая свисает. Вот она, эта сирень. Вот она, эта линия. То есть намечаем вот таким образом. Где вот эта точка сирени, которая там вдали? Где она находится? Вот она, эта сирень. На кувшин падает сирень. Но мы её пока тут особо изображать не будем. Но вот такую вот основную её форму сейчас найдём. Потому что тут много линий, пока ничего непонятного много. Но сейчас я цветом ещё разок уточню, чтобы вы могли это всё видеть, то, что я говорю, и понимать. Вот эти все лепесточки, там листики вот такие, их не надо сейчас прорисовывать, это бесполезно. Мы их сейчас закрасим всё равно. Поэтому вот она, какая-то форма. Находим эту форму. И там где-то есть тоже кусочек сирени. И та вот веточка пошла. Красивая, с какими-то там лепесточками. То есть, вот так пока ещё ничего не ясно. Но, в принципе, мы накидали, вот приблизительно знаем, что где. А, вот ещё пропустил вот здесь сирен. И вот какой-то белый кусочек. Белый кусочек интересный. Вот он над... Вот он, этот белый кусочек. Он над ромашками. Вот, в принципе, предварительный рисунок. Ну, теперь, что нужно сделать? Надо прорисовать это всё красками. И я буду использовать те цвета, которые уместны. То есть, коричневым буду прорисовывать контур кувшина. Там сиреневыми каким-то, кармином это будет сирень сама, зелёным листва и так далее. Тоненькой кистью я это всё буду делать. Вот у меня нос испачкан в краске. Видите, какой я художник. Так, ну, не обращайте на меня внимания. У меня вообще бывает боевая раскраска на лице. Это всё творческий процесс. Это всё хорошо. Так художник должен выглядеть. Итак, что дальше делаем? Контурный рисунок, а потом подмалёвок. Вперёд, поехали. Значит, контурный рисунок. Мы берём тоненькую кисточку и начинаем буквально обводить все... Вот, смотрите, в маслёнку я вот так окунул, чуть-чуть её побил, а по литру. Обмыл, то есть, так её таким образом. И начинаю обводить вот с кувшина, с тёмных мест, ну, коричневой красочкой. Да, уточняю рисунок. Сразу делаю горлышко. Смотрю, как тут линия идёт приблизительно. Я всё не выдумываю, я всё смотрю на натуру. Ну, вот таким образом приблизительно идёт линия. Дальше, вот эта поверхность, вот она, более круглая. Делаю и эту поверхность. Ну, и тут, в принципе, и обводить-то не надо ничего, просто уточнить. Вот он будет, донышко кувшинчика. Вот он, кувшинчик готов. Где верх ещё кувшинчика? Обозначаю. Вот он, верх кувшинчика. Так. Кувшинчик есть. Теперь возьму зелёную красочку и покажу, можно синий вот, с ФЦ даже, с какой-то. И покажу стаканчик. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, какие тут коричневую краску можно вот использовать для тени. Коричневую, ну, немножко может быть чёрненькой, но совсем чуть-чуть, то есть в основном коричневая краска. И очень тонким слоем мы начинаем заполнять тень. Тень у нас тёплая в аудитории, а свет холодный, потому что лучи, проходящие через стекло, меняют цвет. Вот, смотрите, тень наметили, да, добавляем охры немножечко, различные охры, и заполняем дальше. Вверху вот заполняем все теневые моменты. Все делаем тонким слоем краски. Вот так вот. К мазке желательно по контуру. То есть, смотрите, я делаю полукруглые движения вот такие, а здесь вот такие, то есть полукруглые. Все движения должны быть, ну, вот можно красненькой немножко добавить, какой-нибудь розненькой, и вот сюда вниз спустить сразу вот такого плана цвета красненького. То есть тёплые мы все берём. И вот намечаем кувшинчик. Намечаем, и в середине свет показываем. Свет должен быть тоже с растяжкой, потому что тут есть и блик, и свет, да. То есть добавляем красненького, и делаем переход вот от этого сюда. Тут вообще вот вниз другая же плоскость. Тут внизу идёт, то есть плоскость так и так идёт под углом, да. Поэтому здесь можно чуть-чуть потемнее это всё делать. Где-то вот здесь, может быть, высветлить немножко. Видите, круговыми движениями. Вот у нас уже начинает выходить кувшинчик. Ну, и свет сделаем, не забываем, что немножко холодный оттенок должен быть. То есть с добавлением немножечко какого-то голубенького, небесно-голубой. И вот он получился у нас свет. Никаких узоров на данном этапе мы не делаем. И вообще прописывать его сейчас кувшинчик не стоит. То есть мы к нему вернёмся и ещё добавим цвета. Мы так вот приблизительно накидали, какой он есть. Дальше. Я беру широкую кисть, вот такую, и начинаю заполнять приблизительный цвет дальнего плана. Посмотрите, какой этот цвет. Казалось бы, он жёлтый, но там присутствует не жёлтизна даже, а какая-то охристость и тёплые довольно оттенки. Но что-то такое. Хотя и жёлтый тоже есть. И жёлтого тоже добавляем немного. Ну, на самом деле, это довольно сложный цвет. Вот посмотрите, вот здесь, ближе к верху, светлее идёт. Чуть-чуть добавляем жёлтенького. Я его забыл выдавить вообще на палитру. Ну вот, вот что-то такого тоже. И начинаем заполнять. Заполнять, заполнять. Вот там с синей краской у меня смешалось. Опять же, всё лёгкими такими мазками. Не пастозно, а довольно-таки, чтобы холст аж просвечивался. Вот надо таким образом. И заходить, не бояться между листвой показывать. То есть, это стадия подмалёвки. Это приблизительный тон и цвет. Заполняем, заполняем. Вот тут надо вам понять, сколько растворителя брать, сколько краски. Вообще, растворителя на этом этапе лучше брать поменьше, потому что потом будет краска плохо накладываться. Вот она тут с какой-то ещё краской размазалась. И хорошо, не надо её сейчас пастозно. Надо, чтобы нити, структура холста вот эта была видна, просвечивалась. Вот чем заключается подмалёвок. Тем, что он может быть лёгким таким. Вот такими движениями. Смотрите, кисти я держу вот таким образом, да, под углом. И заполняю до самого верха. У меня даже вот тут просвечивается карандашный рисунок. А это ничего страшного. Так, а вот наверху немножко уже пошли какие-то световые пятна. То есть, свет у нас холодный, да, и голубенькие какие-то пятна даже есть. То есть, мы можем это использовать и тоже, заходя вот так, таким образом на рисунок, вот такими движениями, несмотря там на как упорядочить что-то надо, не нужно этого ничего делать. Вот, вот мазки вот такие идут в разные стороны, непонятные. И заполняем, заполняем, заполняем. Нам главное закрасить вот этот легонько холст красочным слоем вот таким. Вот, в принципе, и наш подмалёвочек дальней драпировки закончен. Чуть-чуть добавляем. Так вот, красочку распределить. Может быть, она как конечный вариант даже в некоторых местах так и останется. То есть, вот такой подмалёвочек у нас получился. Довольно быстро всё делается лёгкими, вот опять же таки, движениями. Дальше. Вот здесь тень, она чуть-чуть потемнее, но она имеет немножко какой-то холодноватый оттенок. Точнее, вот небесно-голубая с коричневой. И опять-таки, надо заполнить её. Вот она темнее, чем вот этот фон, да? Но надо её так заполнить, чтобы, а может быть, даже какого-то такого вот добавить. Вот такой цвет найти. Не знаю, видно, нет? Вот такой цвет. Но надо заполнить её тоже легонько, чтобы холст просвечивался. И линии надо ввести, вот видите, как тень падает, так её и надо ввести. Может быть, там даже каких-то зелёненьких чуть-чуть можно пятен добавить. То есть, там, возможно, это есть. И вот так кувшинчику аккуратно, обязательно до кувшина, до края кувшина, мы это всё закрываем краской. То есть, вот здесь важно, чтобы не было белого холста. Обычно, как делают люди, которые только начинают рисовать, они досюда доходят, а здесь белый холст 2 мм остаётся. То есть, именно до кувшина. Закончился кувшин и пошла тень сразу. Так, сразу же здесь намечаем. Вот здесь может тень быть потемнее. Коричневой немножечко добавили вот здесь. И вот такие 2-3 пятна положили. Всё, вот они, пятна, которые будут показывать нам эту тень. Белинца, немножечко желтизны. И делаем рефлекс, который падает вот от этой задней драпировки. Но учитываем, что вся драпировка, она светлее, чем задняя. То есть, это тоже надо учитывать. Тут всё надо учитывать. Тут ничего просто так быть не может. То есть, вот такой у нас получился теневой расклад. Где-то эта тень ещё, может быть, здесь где-то будет. Но она как бы более коричневая. А тут же вот он, вот этот цвет. Это уже световые пятна. Ну, мы можем их тоже обознать, что белинца, допустим, небесно-голубой немножечко. Где-то, может быть, чуть-чуть розовенькой. Но, в целом, это белый цвет и довольно-таки белый. Но, то есть, прям вот белый прям. Вот этот угол краешек намечаем, побольше белинца. Заполняем, да? Заполняем драпировку. То есть, закрываем краской. Грунтуем холст красочным слоем. Потом мы вернёмся ещё к этому углу. И наметим здесь более светлые и более тёмные части. Пока разбиваем вот на такие плоскости. Дальше, что мы делаем. Стаканчик. У нас тоже он такой вот зелёненький, да? Вот он, кобальт зелёный, с розовенькой. Приблизительно такой цвет. Розовенькой, если добавить, это уже чуть-чуть тень такая пошла в стаканчике. Вот синенький с розовенькой. Чуть-чуть вот так добавить. Вот такая вот небольшая тень. Так, ну и зелёный. Зелёный. И если светлую красочку добавляем белильцами, то получается блики на стаканчике. Опять же, важно контуры не сбивать пока. Ну вот он стаканчик, да? Оставляем. На этом этапе он нас удовлетворяет. И нам он теперь неинтересен. Единственное, что можно сразу кинуть немного белильца на передний план. Вот мастихинчиком я взял, чистый белил. И вот здесь вот немножко накидать. То есть высветлить. А то у нас будет перебор. С тоном. Чуть-чуть посветлее. Готово. Так. Краюшек только выделим стаканчиком. Потом добавим цвета туда. Так, ну и что же. Дальше заполняем. Заполняем всё остальное. Вот это можно ещё красочку посмешать. Видите, она там на дальний план туда выходит. То есть мастихинчиком можно пользоваться. Лишнюю сразу красочку пока убираем. Ромашки. Ну, ромашки можно просто чисто жёлтым. Вот взять чисто жёлтый цвет. Ну, можно чуть-чуть оранжевый. Вот смотрите, я взял на мастихин жёлтого и оранжевого. И пока вот так вот наметил. Вот тут будут ромашки. Только для того, чтобы, опять же, закрыть холст. Не ромашки, а что ли, диванчики. Ромашки, диванчики. В общем, теперь заполняем тёмные места зелени и находим саму сирень. Для этого что нам понадобится? Опять же, тёмные места пока можно заполнить большой кистью довольно тёмной краской. Например, коричневая, чёрная. Вот я, смотрите, как беру замесы. Коричневая, чёрная, тёмно-синяя. Три замеса. Три цвета. И одним движением провожу. Вот какая темнота. Видите? С синенькой можно чуть-чуть побольше. Где-то вот, посмотрите, где эти пятна. То есть, их можно накидать сразу. Сразу. Не бойтесь этого делать. Синяя с зелёной. И накидываем вот такие переходы к листву. Потом, мы сейчас теневые части накидываем, а потом сделаем свет на этих местах. Но пока накидайте тень. Так, ещё. Ещё накидываем опять же вот такие синие, зелёные моменты. Где-то вот здесь, может быть, есть там. Можно жёлтенько вот добавить чуть-чуть. Вот видите, синева получается, да. Но для гармонии можно с жёлтых пятен. И они смешаются, и получатся более тёплые такие цвета и оттенки. Но, опять же, повторюсь, сейчас это не столь важно, потому что это всё будет прописываться ещё раз. Важно сейчас так вот приблизительно наметить. Вот листочек кленовый. Я почему-то на него всё время акцент делаю. Вот жёлтую красочку, если мы вот такую салатовую какую-то наберём, то она очень хороша. Мы можем сразу наметить кленовый этот листочек и высветлить где-то желтизну, показать. Вернёмся к нему ещё. Пока вот загрунтовали таким образом. Дальше. Видите, я захожу немножко на сирень, потому что это делать необходимо. Вот на контуры, видите, захожу. Необходимо делать так, как потом сирень будет заходить на эти же самые контуры. Передний план. Вот передний план тут уже как-нибудь поаккуратней. Холст просто загрунтуйте, но поаккуратней вот эти вот с листочками. Тут более правильная должна быть краска подобрана. То есть тут особо не надо ничего выдумывать. Вот она выходит сюда. Ну и что? Теперь давайте заполним сами сиреневые пятна. Палитру вычищаем, кисточки вымываем. Вот таким образом. Вымываем всё тщательно. Палитру вычищаем. Можно сделать перерыв, отдохнуть, отойти, посмотреть на свою работу. Это даже обязательно надо делать, потому что часто глаза устают, а мы продолжаем работать. И делаем грубейшие потом ошибки. Издали всегда надо смотреть на свою работу, поэтому сделайте перерыв и начнём прописывать пятна сирени и всё заново. То есть сирень мы пропишем, это будет законченный подмалёвок, а вот из этого уже начнётся настоящая живопись, начнётся второй этап. Точнее третий. Первый рисунок, второй у нас был вот этот подмалёвок, и третий – это детальная прописка. Но чтобы это сделать, опять-таки, надо завершить подмалёвочек. Так, ну вот, давайте нанесём краску, которая будет соответствовать цветам сирени. Вот, какие-то вот, прям вот, и есть сиреневая вот такая вот мастер-классовская краска, вот она. Вот такие подойдут, синие. Но тут надо учитывать тот момент, что… Вот я чистый пока загрунтую вот эту часть, покажу. Вот она даже можно с белильцами, с небесно-голубой её сразу прям уже показывать. Вот такой какой-то цвет, да, этой сирени. Вот мы его чуть обозначим. А вот тут уже надо чуть-чуть потемнее делать. Смотрите, я как быстро работаю. То есть не надо там ничего выдумывать. Всё делается очень быстро, загрунтовывается красочкой холст. Вот, добавляем, добавляем, немножко пастозно добавляем, где будет. Все вот эти вот места обозначаем. Пока предварительно пятнами. А вот тут, смотрите, чуть-чуть потемнее. То есть можно охры добавить прям в этот же замес и сделать, может быть, коричневой. Чуть-чуть сделать потемнее. Коричневой лучше. То есть она там в тени. И вот тоже дальняя. Она тоже. Она хоть только поярче, но тоже довольно тёмная. Это тоже. То есть вот так показали. И теперь начнём всё это прописывать. Холст у нас загрунтован. Но с чего начать прописывание детализации и всего такого? Значит, можно начать опять-таки с самых тёмных мест. И показать, прописать кувшинчик ещё раз. Вот это пятно тёмное найти. Для этого я возьму мастихинчик. Вот в тени всё должно быть. У нас, как я говорил, уже пастозности не должно быть. Поэтому можно даже вот чёрную с какой-то тёмной краской. И хоть и мастихином я наношу, но я это делаю очень тонким слоем. Таким пастозным. Ой, не пастозным, а наоборот. Тоненьким. Вот. А это вот самое тёмное место, да? Я нашёл. И где-то вот здесь между листьями тоже добавляю темноту. Вот это вот. Ну вот, в принципе, это самое тёмное место в натюрморте. Ну, не считая полос вот этих, ну, можно чёрненьким сразу обозначить полосы. Раз. Раз. Немножко закругляю я их. Два. Теперь, давайте пропишем вот это всё. Вот важно найти в этом кувшине множество оттенков, множество тонов, которые дадут объём. Он теплее сам по себе. И вот здесь просвечивается тоже тёплая краска. Поэтому красненького чего-то можно сюда добавить. Вот сюда. Чуть-чуть. Пальцем можно растирать, помогать. Вот она. То есть, глина, она такого цвета, более красного. Вот здесь немножко красноты добавляем. Рефлексик пойдёт вот здесь вот тоже. Вот он уже начал у нас преобразовываться в глиняный кувшин. Если вы писали куб или шар, то можете заметить. Я сейчас покажу вам, допустим, шар. Вот, извините, шар, да? Он имеет свет. Вот он свет. Вот здесь он имеет собственную тень. А вот видите, от драпировочки где-то рефлекс светленький. Вот он он. Светленький рефлекс. То есть, вот самая тёмная часть. А вот он прям свет падает сюда. А вот эта вот часть затемнена, да? Вот эта вот. Так, и тут вот он рефлексик идёт. Кувшин – это тот же шар. Тот же шар. Только вот единственное, ещё тень сверху падает. Поэтому тут где-то должен быть рефлексик быть. Возможно, даже какой-нибудь зелёненький можно пустить вот от этой веточки. Ну, пока оставим на этом. Переходим и вернёмся. Если что, ещё мы сможем вернуться в любой момент и прописать. Пока к нему-то вопросов и нету. Но если мы рассмотрим, что вокруг кувшина происходит, то мы увидим, что тут есть свет. И свет, он такой, желтоватого какого-то оттенка. Поэтому можно прям взять вот такую жёлтую с белильцами и немножко вот здесь подправить контуры. То есть, показать свет немножечко посильнее. Вот здесь тоже высветлить. Вот эти вот световые пятна, они будут встречаться ещё и не раз. Поэтому мы их сможем потом ещё наметить. Пока вот чуть-чуть так вводим их в задний фон. Но не переусердствуя. Немного. Где-то здесь, где-то здесь. Чуть-чуть. Ну и начинаем прописывать теперь более детально листочки и всё остальное. Вот тут ещё тоже надо будет высветлять. В общем, дел тут ещё полно. Но давайте начнём. Предлагаю с сирени. Вот с этой части сирени. Я беру сейчас мастихинчик. И немножечко хочу накидать вот розовая, небесно-голубая. И немного ещё накидать вот этой красочки для рельефности. Чуть-чуть добавляю белого, белильца. И делаю вот такие движения, которые будут показывать лепесточки. Вот, кончиком мастихина. вот так накидываю. Чтобы было понятно, что это сирень. Видите, там точечки вот такие. Вот, я их пытаюсь сейчас вот здесь изобразить. Особенно они хороши на тёмном фоне. Вот уже какой-то эффект пошёл сирене. Лепесточки опять-таки на тёмном фоне накидываю, накидываю их. А где-то они немножко с желтизной. Молоденькая сирень. Вот таким образом накидываю, накидываю. Чуть-чуть покраснее можно взять. То есть, вот в этот розовый можно скидывать разные оттеночки и получится тогда то, что нужно. Сейчас я вам хотел показать свой секретик. Смотрите, мы берём файл. Вот он, обычный файл. Выворачиваю его. И ещё вот этот уголок. Вот он, уголок файла. Вот он. В этот уголок файла я выдавливаю немного краски. Петербургская люловая мастер-класс. Выдавливаю вот таким образом. Видите? Выдавил. Дальше. Добавляю туда ну вот фиолетовая, светлая. В принципе, можно использовать разные фирмы. Небесно-голубая. ну и чуть-чуть белил. Вот я выдавил всё это вот таким образом. Видите? теперь я эту краску гоню вот сюда в уголок. немножко там перемешивается. если каких-то оттенков там не хватает или много каких-то то можно добавлять ещё. Ещё разных можно добавлять. Я теперь беру ножницы. Вот то, что внутри. видите? Вот то, что снаружи. Вернулись и маленькую макушечку вверху открываю, срезаю. Она должна быть очень маленькая. Видите? И если надавить, получается вот видите, полезла красочка. Сейчас попробую увеличить и показать вам, как можно работать фактурой. Вот смотрите. Можно делать вот такие лепесточки и красочку буквально ей рисовать вот эти цветочки. Особенно видите на фоне на вот этом. сирень. Но она вот так и выглядит сирень. Вот такими маленькими маленькими точечками. То есть можно вот эти точечки показывать везде-везде. Можно использовать темную краску, светлую, пастозно немножко накладывать. Особенно хорошо это делать на переднем плане. То есть мы таким образом прям лепим, лепим сирень. Да? Вот она у нас как живая. Сейчас пойдет дальше наверное белая немножко красочка. И ее можно будет... Вот тут она потемнее. Вот синева пошла. Я смешивал. Видите какой эффект прям уже сирени пошел, да? И вот она. Она в принципе готова. Немножко белых каких-то бликов туда добавить и все. Здесь где-то, здесь где-то вот так вот потрогали. Белинца маловато у меня тут было. значит в следующий раз добавим белого замеса. Вот пошли белые какие-то. И вот такими пятнышками сделаем вот такую сирень. Видите какая она получается фактически готовая. Но она может быть только на переднем плане такая. То есть ее можно изображать только на переднем плане. Уходящая туда вот здесь уже возможны излишки. ее то есть не надо нельзя переборщить. Надо контролировать этот процесс. Всему должна своя быть мера. Вот она начинает уже появляться сирень. Сейчас я еще выдавлю краски. Сейчас я в этот замес постараюсь добавить побольше белил. выдавлю белила и немножечко небесно-голубой. Вот столько. Потом делаю опять вот такое движение красочка подходит вверх и можно опять снова лепить вот эту форму. То есть еще раз смотреть придавать фактуру вот этим лепесточкам. Потом где-то блики сделаем. Но вот такую фактуру можно придать именно при помощи вот этого пакетика. Эту технику мало кто знает. Обычно ей не пользуются. Но в некоторых моментах она просто необходима. Вот смотрите вот такие какие-то маленькие лепесточки которые присущи сирени можно изображать довольно смело. Вот я вам открываю этот секрет. Секрет фактурного такого письма. Вот здесь тоже можно немножко добавить. Вот они розовенькие такие. Они как тянутся. В принципе на натуре оно так и есть. То есть приблизительно так же мы видим вот эти вот только их группировать надо ну вот и все. В принципе они такие же вот есть. То есть немножко посветлее посветлее высветляем вот здесь вот пошла белая красочка. Ну может быть я сейчас кистью где-то доделаю а может быть снова вот такими мазками попробуем и допишу. Очень очень красиво получается очень эффектно но если взять тоненькую кисточку маленькую то в принципе можно чуть-чуть где-то вот белильцами еще вот так показать блики да которые так вот разнообразят вот это часть и надо смотреть на натуру то есть опираться на натуру и не просто блики эти делать а постараться делать их там где они необходимы то есть куда они где выходят они именно эти блики она же немножко такими гроздьями сирень свисает поэтому вот эти грозди надо показать вот одна часть вот вторая да и вот она очень уже красивая симпатичная такая сирень которая кисточкой не просто так сделать а вот умея делать вот такие используя пакетик это вполне возможно вот тут немножко с желтизной она то есть вот она и получилась единственное что тут остается вот в этой грозди сделать это найти тут теневые какие-то части поэтому берем темную краску и что-то вот здесь вот накидаем туда вот вовнутрь чуть-чуть вот таких темных пятен вот тут она ушла в ту сторону в тени находится вот тут где-то она в тени то есть вот такая детализация причем очень реалистичная немного времени на это мне понадобилось как видите да и можно прописывать но опять же учитывая весь состав этого этой грозди этой ветки вот таким образом прописываем вот я лично не видел кто бы пользовался таким методом но уверяю вас это очень реалистично дальше вот смотрите вот он кусочек да вот здесь свет идет свет вот он идет свет да вот мы его обозначили вот этот свет вот он вот он тень немножко вот здесь может быть тоже какой-то небольшой свет но она уходит в тень то есть мы можем еще разок белильцем вот фактуру пакетикам мы придали да теперь что мы делаем белильцем еще раз вот здесь несколько можно лепестков сделать несколько которые выделяются они что мне все выделяются да и затемняем вот эту часть наоборот затемняем берем кармин фц какую-то такую краску и пробуем вот так затемнить вот она уходит туда в листву и здесь теневая часть таким образом чуть-чуть каких-то темных вот таких полос добавляем где-то вот здесь пойдет листва мы ее сейчас наметим вокруг нее так потемнеть чуть-чуть сделать свет мы всегда успеем сделать то есть мы сначала такие теневые накидываем моменты а потом свет вот мы выделили вот видите вышли сюда что же касается с этими то они должны быть намного проще написаны то есть они дальше вот эта сирень она на переднем плане она тут должна быть прописана да можно прям сделать лепесточки сиреневые да но опять же не переборщить с белым но это все потом можно сделать сейчас что нужно еще какие-то моменты вот где-то здесь есть желтенькое немного сейчас покажу вот чуть-чуть но она уже такая довольно темная темнее чем здесь и немножко вот так кистью тоже накидываем вот он второй способ нанесения и она тут уже видите не так сильно должна выпирать берем опять же какие-то розовые оттенки можно с желтизной и вот так пятнами пятнами добавляем добавляем но уже не так сильно это обязательно не увлекайтесь вот пакетиком я знаю что понравится и начнете прям все это смешивать довольно сильно то есть учитывайте что дальний план должен быть более спокойный более спокойный и поэтому надо прописывать так же более спокойно вот тут еще рельефность может быть а вот здесь уже фактически ее не будет то есть учитывайте это может быть будет да но не так уже сильно так и вот сюда она уходит то есть вот такими пятнышками вот она назад отошла вот эта сирень да она где-то там дальше вот этот кусочек вообще можно выделить очень конкретно чтобы сюда свисал для этого надо использовать опять-таки небесно-голубую белил ну давайте еще разок вам покажу значит пакетик пакетик вот внутри пакета он вот такой вот испачканный уже я добавляю туда сейчас допустим белила вот белила добавил немножечко тут конечно последовательность тоже важна но можно их друг с другом рядом накладывать немножечко розовенькой и возьму небесно-голубой вот таким образом и вы знаете думаю еще белила положить можно еще чуть-чуть белила сейчас вот прям вот так сверх поверх этой краски вот что получилось видите со всех сторон так ставлю ее вовнутрь и начинаю вот так выдавливать можно даже с закручиванием вот таким вот у меня краска уже вот здесь будет так руки конечно видите не то что лицо но еще и руки у меня такие теперь теперь начинаю вот этот кусочек прорисовывать значит подвожу красочку вот так выдавлю и вот она начинает вылезать видите какая краска со всех сторон разного оттенка оттенки сиреневые и я прям сразу начинаю вот особенно хорошо вот сюда заводить на темное я прям сразу начинаю лепесточки вот эти лепить листики да вот они смотрите какие красивые они получаются где-то вот здесь 4 движения 3 4 давайте я приближу камеру чтобы вам было виднее так сейчас секунду смотрите раз два три четыре вот вот такой листочек вот здесь можно как-то немножко хаотично их делать но лепим лепим сюда немножко я хочу еще все-таки зайти вот зачем я темный фон этот делал чтобы чтобы цветочки эти заходили сюда да и лепим лепим форму краска наносится пастозно но не очень много ее здесь поэтому она хорошо будет храниться не потрескается то есть ее не так уж и много здесь хотя она и пастозно наносится а вот туда вдаль уходящей уже надо быть поаккуратнее там можно и кистью уже работать но вот здесь вот еще чуть-чуть я вот так подделаю вот такие мазочки да а дальше пусть она уходит то есть вот она начала свисать да вот здесь мы белильцами еще подправим где-то вот здесь посмотрите можно вот такие прям цветочки сделать особенно еще раз повторюсь они хороши на фоне на темном то есть на темном фоне вот такие выпуклости да вот они вот где-то здесь кинем один вот здесь фактуры немножечко придаем но тут кисти у нас намечены в принципе чуть-чуть совсем ну так вот по всей сирене конечно фактурки надо придать везде ну вот он наш букетик начинает проявляться так ну что же нам надо не забывать что у нас весь натюрморт не только листья сиреней поэтому поэтому давайте таким образом поступим сейчас я еще немножко вот эти кистью немножко фактурку придам пропишу и начнем все остальное прописывать потому что вот особенно тут тоже надо было конечно вот такое что-то сделать сейчас тоже с пакетиком сделаю я да сразу но сначала вот эти вот места пропишем значит тут внизу внизу она смотрите вот такого какого-то цвета там тень да то есть мы сразу добавляем вот такими движениями непонятными вот она вот здесь тоже тени много поэтому мы ее вот так заполняем сразу где тень видим там тоже добавляем вот таких мазочков я не все пакетиком этим делаю так друзья сегодня 15 мая 2015 года я с вами Ревякин Дмитрий продолжаем натюрморт идем к завершающему этапу прописки детализации но она где-то детализация а где-то не детализация еще поэтому я поставил камеру с другой стороны чтобы вы могли видеть с разных сторон может быть это будет влиять на освещение но вообще конечно в живую это все видно наглядно так что приходите ко мне на мастер-классы город Москва город Орел не знаю как в Санкт-Петербурге теперь но пока вот в Москве записывайтесь приходите ко мне будем писать подобные натюрморты любые вещи что пожелаете мы можем все написать начиная от натюрморта заканчивая портретами и любыми видами любые жанры что угодно значит ну ладно это такая небольшая рекламная пауза пауза была а сейчас переходим как я уже говорил к этапу прописываем детали но тут конечно много еще вопросов различных возникает ну допустим нам надо потемнее немножко сделать кувшинчик потому что он все таки немного по тону отличается от натуры а нам нельзя сбивать сбивать тон поэтому давайте его еще немножко наберем по тону значит как это можно сделать я беру темный коричневый красный кадмий светлый вот такие цвета и сейчас немножко еще разок обозначу кувшин чтобы он у нас был потемнее потемнее казалось бы кувшин вот эти все мазки что я делал я сейчас закрашу я вам показываю как рисовать круг на на кувшине ну вообще смысл вот этого рисунка но можно все значительно быстрее сделать просто обозначив свет тен и угадав по тону вот по тону он приблизительно такой кувшинчик единственное что можно теперь вот блечок какой-то здесь сделать и вот это тоже можно затемнить то есть у нас должно быть такое углубление туда да поэтому сейчас чуть-чуть вот такой красочкой вот я пальцем даже может быть сохрый я здесь сделаю свет вот рефлекс как я говорил может быть вот здесь может быть делаем его тоже тут еще цветы же будут дальше вот здесь тоже можно но если угодно то вы можете сделать рисунок вот этот этот в принципе тоже не помешает очень красиво бы выглядело ну может быть я сейчас тоже сделаю ну вот кувшинчик приблизительно у нас получился вот эту часть тоже надо затемнить потому что она чуть-чуть она потемнее но она такая теплая поэтому я беру желтые оттенки опять же вот эти же коричневые можно немножко добавлять и немного вот здесь немного вот внизу затемню но не везде вот здесь вот хочу оставить кусочек то есть здесь пусть будет свет показан может быть чуть-чуть голубой краски небесно-голубой тоже сюда есть смысл вкинуть чтобы она не очень такая прям была однотомная вот какой-то желтый там рефлекс пошел сюда то есть прописываем более детально задний план но аккуратненько аккуратненько все такими нежными мазочками добавляем оттеночков различных но с учетом всего натюрморта то есть чтобы у нас не вылезла эта стенка вперед а была также там сзади вот здесь может быть там какие-то тени падают или что-то подобное поэтому накидываем накидываем уводим ее туда вдаль и вот у нас получается какой-то эффект а вот здесь наоборот можно чуть-чуть в тени чуть-чуть можно каких-то рефлексов кинуть высветлить то есть показать драпировку таким образом чуть-чуть красочки накидали цвета краски чтобы он у нас разнообразнее стал натюрморт вот здесь можно сделать различные переходики такие то есть ткань же имеет складки и мы их можем показать пока довольно все схематично но уже какой-то намек на нашу живопись есть хорошо оставляем пока так и прописываем теперь детально листья ромашки вот опять же можно при помощи нашего пакетика работать вот здесь можно прописать передний план и ромашки вот две вещи можно их прописать ну давайте так и поступим значит опять такие я одним и тем же пока пользуюсь можно различными пользоваться вот я его вот так вот выворачиваю другой стороной добавляю вот такую краску то есть надо добавлять краску ту которая уместна вот здесь света много поэтому я туда много белил добавлял все такое а вот здесь уже она потемнее видите вот как мы на терморте поэтому мы добавляем уже больше вот такой вот краски вот такой еще добавили дальше вот возьму вот так вот на палец кину сюда вот такой краски добавлю ну и чуть-чуть можно вот такой синий тоже кину вот такой вот замес получится потом потом вот таким образом начинаю ее немножко выдавливать выдавливать эту красочку можно вот так вот подкручивая и вот видите начинает она появляться вот она ну и вот давайте наметим прям сразу где будут находиться вот эти цветочки вот их можно вот здесь на переднем плане изображать прям конкретно цветочками прям такими вот смотрите я вот так вот надавливаю и делаю фактуру вот она сначала темные места намечаю и возможно сейчас пойдет светлая краска и как раз то что нам нужно нет там синий но это мы белиться потом добавим если что значит и вот таким образом намечаю фактурную гроздь сирени ну пусть пока она такая будет в принципе сейчас я сюда белильцы и тени добавлю и все тогда изменится вот здесь можно заодно на темном на светлом фоне вот эти темные вещи показать то есть немножко вот такие грозди на на фоне они будут свисать и вот здесь тоже то есть выдавливать тоже надо по уму не все так просто не все просто делается взяли и просто так выдумали все надо продуманно делать то есть если это темная краска почему она здесь если это светлая почему она здесь вот здесь довольно таки тень пошла вот здесь можно уже темненькую вот здесь вот пустить видите на кувшин прям где-то там вот добавили потемнее то есть она уходит сюда вниз ну вот в принципе наметили кусочек да добавляем теперь немного белой красочки в некоторых местах опять же не во всех а кусками ну вот смотрим где она может быть вот здесь она может быть сирень светлая вот мы ее добавляем вот здесь вот он кусочек вот здесь может быть интересно что она кувшинчик загораживает значит вот на фоне кувшинчика можно прям конкретно лепесточки добавить вот здесь где-нибудь сбоку она пойдет то есть не везде не везде видите вот тут можно кусочек выделить вот таким образом выделяем выделяем вот она свисает вот так вот она сирень а она в целом довольно темная то есть мы можем еще даже какой-то синевы туда добавить вот так для интереса подтемнить еще но синевы я конечно лучше бы добавлял вот сюда потому что она подальше вот этот кусочек и здесь уместнее будет добавлять синие какие-то оттенки вот теперь у нас цветы остались не прорисованные стаканчик совсем не нарисованный и листья совсем не нарисованные но посмотрите какую форму имеет лист вот как на натюрморте ну это просто взять вот на мастихин смотрите на мастихин зелененькую зелененькую и синенькую три цвета на один мастихин три цвета на один мастихин теперь смотрите что я делаю я намечаю приблизительную веточку веточку приблизительную ну вот допустим вот такую вот она веточка приблизительная и начинаю делать вот такие движения раз два два три четыре вот так заполняем можно желтую и зеленую брать вот вот она получилась вот эта ветка интересная а если сделать еще одну вот тут повыше немножко вот она откунуть отсюда идет одна сюда вот так выходит одна одна где-нибудь здесь идет и добавляем добавляем так там у меня мешается мольберт но смысл главное вам уловить вот сюда да вот она идет такая 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 листочек смотрите как листочек пишем берем желтую краску желтую и синюю вот она у меня тут уже испачкана была желтую и синюю и делаем одним движением вот таким листочек вот лепим его просто форму лепим вот он листочек получился еще подобный можно конечно разные делать листочки и цвета тоже разные вот допустим вот сюда пошел да и заостряется чуть-чуть чуть-чуть можно потемнее то есть коричневый с зеленым и где-то вот здесь добавить форму пытаемся оставить вот здесь тоже много-много такого желтого охристого с зеленым да пробуем изобразить что-то подобное то есть показываем какую-то фактуру листвы опять же я пользуюсь все время такой краской зеленая получается при помощи синий и желтый сюда добавляем сюда вот такие мазки пошли то есть уходим от нашего контура вот этого сбиваем его мазками которые заходят на контур и добавляем цвет цвет и рельефность начинает прописываться фактура натюрморт продолжаем вверх уходить то есть вот здесь где-то делать такие мазки сюда уходить пусть они заходят вверх ничего страшного вот здесь сейчас тоже пропишем все но опять как я говорил надо все время по всему натюрморту идти поэтому надо сейчас прописать немножко цветочки и цветочки и стаканчик ну передний план так желтенькие вот эти одуванчики да ну вот что сделаем берем снова пакетик чистый да предлагаю им снова воспользоваться вот так я его выворачиваю можно вот так вот взять его за кончик за уголок таким образом вывернуть и вот сюда теперь выдавливаю желтую краску желтую таким образом и оранжевую вот за пакетик вот так держусь потом вверх поддавливаю и грамму маленькую маленькую вырезаю да вот воздух пошел значит все нормально и теперь немножко вот так можно подкрутить теперь взял вот так в кулак чтобы не не было никаких проблем не размазан и начинаю писать одуванчики так а кстати еще вот можно немножко темненьким вот здесь затемнить чтобы эти одуванчики попадали на фон на темный поэтому сразу вот тут сейчас немножко пальцем даже вот как то подразмазал затем нил вот а теперь вот на этом фоне вырисовываем вот эти одуванчики вот такие движения опять же сейчас мы придаем фактуру вот у меня много оранжевой краски поэтому возможно нужно больше да нужно больше желтой сейчас мы замес этот поменяем на другой но пока так вот потренироваться можно добавить и такой пока краски оранжевой а сверху добавим желтенькой в принципе даже так получается какой-то эффект да чистый желтый даже можно с белилами даже можно с белилами поверх этой краски значит еще разок выдавливаем значит желтенькую вот ну давайте чуть-чуть белилит закинем туда хуже не будет пробуем еще разок посветлее стало но все же много оранжевой много оранжевой слишком ну ладно сделаем фактуру хотя бы а сверху белилами высветлим белилами высветлить это не проблема с желтой важно вот эти контуры сделать чтобы они от фона отличались вот она желтая немножко пошла да много поставлений но цвет немножко не тот поэтому можно взять кисточку кисточку и попробовать белила с желтой чистой желтой краской поверх вот тут показать вот они такими движениями смотрите сколько много краски я беру на кисть на кисть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это надо стаканчик посмотреть и переднего плана лепесточки, вот их надо аккуратненько прорисовать, то есть они должны быть прорисованы. Поэтому можно прям листочек брать конкретно с охрой. Я использую зеленую, синюю и охру. И различные охры, какие у вас есть, различные зеленые. И вот таким образом можно теперь намечать. Но тут дело в том, что обязательно надо контуры соблюдать. Потому что если этого не делать, то не будет похоже. Это же передний план. Тут надо все тщательно прописывать. Тени надо наводить. То есть все более вот так вот. Если здесь как-то абстрактно больше, да, вот мы можем даже отсюда краски взять и мы ничего не заметим. То вот здесь наоборот надо уже прям контурно писать. Контурно. Ну прописываем вот так вот, не спеша. Вот сюда сейчас пойдет. Там она вообще в тени. Заходит где-то на кувшин. Вот такими пятнами непонятными. Выделяем стаканчик заодно. Можно пальцами какие-то движения вот такие делать. Пастозно. На переднем плане пишется пастозно. То есть много краски накладывается. Вот охру я беру различную и начинаю вот это все прорисовывать. Довольно темная, да, у нас получается. Это потому что передний план самый яркий и потому что лежит. Горизонтально находится. В горизонтальном положении. Тени можно будет сейчас навести, но в принципе это можно и потом сделать. Листочки где-то тоже сейчас накидаем. Вот такого плана. Вот они тут. Тут лежит может быть листочек. Там. То есть они могут быть даже потемнее. Вот здесь показать, что лепесточки эти накиданы, веточки. А вот здесь вообще теневые подчеркнуть моменты. Вот они возле сирени. Стаканчик обязательно подчеркнуть донышко. Ну, хорошо. Теперь сейчас вернемся еще сюда. Давайте вот эти части пропишем. Вот тут тоже надо все вот это прописать. Листочки. Может быть, какую-то форму придать. Вот таких. Может быть, они там в тени. И вот прям форму веточкам придать. Вот она тогда уходит на дальний план. То есть идет вот такая детальная прорисовка. Тут стушены чуть-чуть. Вот эту тоже надо темнить часть. Находить вот этот цвет и тон. И вот здесь тоже. Вот этот же край надо высветлять будет. Но это мы сейчас стихинчиком сделаем. То есть вот здесь свет падает. Вот здесь он самый яркий. Я, пожалуй, сейчас камеру с другой стороны поставлю, чтобы вам было тоже интересно смотреть и с той стороны. Вот смотрите, стол намного светлее. Камера, конечно, картина сейчас в тени, поэтому не так смотрится. Поэтому я сейчас чуть-чуть еще попишу и опять ее перестану на ту сторону. Свет, как показать свет? Вот смотрите, белила чистые. Беру на мастихин, чистые белила. И пастозно вот здесь провожу. Вот такие мазки белой краски. Но она тут, конечно, может быть, не совсем должна быть белая. Но, в принципе, в некоторых местах я могу использовать так краску. Особенно вот между вот этими листьями смелее наносить вот так вот пастозно краску. И показывать свет вот такими конкретными мазками. Выделяем свет. Не везде, не везде. Но чуть-чуть вот передний план выделить надо. То есть, посмотрите, все уже заиграло. Он стал светлее намного. И больше, в принципе, нам и не нужно. То есть, вот этого света достаточно. Достаточно. Что тут еще? Можно еще из пакетика сделать вот здесь. Вот такая желтенькая, да? Какое-то там, я не знаю, что это за растение. Что-то там зацвело, я нарвал. Я вообще в растениях очень мало понимаю. Точнее сказать, ничего не понимаю. Но мне нравится их красота. Так, значит, беру белильцы выдавливаю и немножечко, немножечко желтенькой. Вот так, пальцем даже положу. Вот, немножко перемешаю. Да? Вот этот замес. Немножко еще желтенькой. Вот. Кто не боится такой живописи, руками. Кто не боится краски. Пакетик. Собираю. Собираю. И выдавливаю. Выдавливаю и отрезаю макушечку. Чуть-чуть отрезаю. Так. Ну и что делаем? Наносим теперь, аккуратненько наносим. Где она тут будет? Ну вот здесь вот давайте ее нанесем, да? Так. Вот тут кусочек мешается. Вот здесь наносим, наносим. Я не буду много ее делать, потому что она вообще-то похожа и на сирень издали, и на картине возможно будет тогда похожа на сирень. Так что я чуть-чуть вот ее так покажу, светлое вот это пятно. Таким образом. Вот здесь вот хороший цветочек, да? Ну его, в принципе, можно и кистью нанести. Вот. Цветочки. Вот этот тоже можно здесь где-то показать. Ну, смотрите. Эти цветочки можно, в принципе, вот так вот пальчиком белильцы взяли и прям лепесточки показали. Раз, два. Тоже вот пальчиком можно писать довольно удачно. Вот он лепесточек, да? Вот он. Что-то тут цвет какой-то интересный, да? Там чуть-чуть сюда кинули краски. То есть с световыми пятнами. Где-то здесь вот два-три блика сделали. Где-то вот здесь вот чуть-чуть потрогали вот так вот пальчиком. Немного, немного. Никогда не усердствуйте так вот. Просто так не пишите. То есть делайте это обдуманно. Ну, где-то вот есть блики. Какие-то цветочки попадают под свет. Поэтому вот пальцами можно вот так их показывать. Чуть-чуть где-то их обозначать. Чуть-чуть совсем показывать. И натюрморт тогда оживает сразу. Так, листочки нам осталось. Стаканчик еще мне не нравится. Ну, стаканчик тоже. Это вот небесная голубая. Возможно, вот эта вот сиренья, которой мы пользуемся. И чуть-чуть зелененькой. Вот я даже пальчиками могу написать такую тень. Вот стакан, кстати говоря, можно писать и пастозно. Даже в тени. Как угодно. Потому что он на переднем плане. Немножечко вот так выделили стаканчик. Где-то можно рефлексов добавить. Таких вот, как от стаканчика. Тени какой-то такой непонятные. То есть, это же живопись. Тут все в рефлексах. Все в каких-то таких переходах интересных. Ну, и давайте вот этот листочек надо его, конечно, сделать поаккуратнее. Поэтому охра. Охра. Небесная голубая. Может быть, зеленая. Пробуем вот такого цвета чуть-чуть затемнить. Потому что он очень уж вылезает к нам сюда. Вот. И охра с желтой. Это будет свет. От былого рисунка ничего не осталось. Ну, и не важно. Не важно. Нам главное показать красоту света. И в натюрморте это более значимо, чем контуры. Ну, можно чуть-чуть вот тут тень какую-то кинуть. То есть, есть какая-то листва. И хорошо. Вот сюда тоже давайте нанесем темную краску. Смотрите, тут прям конкретный листочек. Да? Вот его можно вот так прям вылепить. Вылепить. Вот он. И еще один. Вот он. Перебить. Одним вот здесь он пойдет. Вот здесь может быть что-то похоже на листочек. Пусть они заходят сюда за картину. Немножко вот такой свежести в краске добавил. Желтизны. Которая будет играть тоже какую-то роль интересную такую. Вот что значит живопись. Это значит написать живо, эмоционально. Добавляем еще, еще множество, множество разных лепесточков. Поверх старых пишем. Но работа подходит уже к концу. Предлагаю отойти, посмотреть ее изглево. Сравнить немного. Что получается. Вот получается интересно, конечно. Можно еще копаться, прописывать все. Но уже к завершающей стадии подходит. То есть более детально сейчас все можно это делать. В принципе все угадали. Свет. Тон, свет угадали. Вот сейчас от картины просто на терморт падает еще дополнительный. Дополнительная тень. И он немножко темнее кажется. Но это не важно. Свет приблизительно такой. Интересно все получилось. Да. Прописываем дальше детально все. Еще высматриваем тень, свет. Вот наверху сирень надо показать. В общем еще разок все прописываем. Хотелось бы прописать еще разок стаканчик. Для этого, так как он на переднем плане. Вот здесь надо подчеркнуть его основание. Где-то сделать посветлее замесик. И сделать блик, который будет вот здесь. Такой вот блик посветлее тоже. И знаете, можно вот так даже контур подчеркнуть. Чтобы он... Виден был. Вот тут на стаканчике тоже рефлекс. Вот здесь будет рефлекс. Что такое? Отражение от поверхности. Да? Вот это немножко нагло, но интересно. Можно и оставить. Вот такой какой-то зеленоватый оттенок. Вот этот можно вот сюда немножко пустить. То есть стаканчик тоже надо прописывать. Особенно его надо выписывать, потому что он на переднем плане. Но как? Свеже писать. Видите? Вот, в принципе, стаканчик закруглился. Еще не хватает желтенькой, светленькой на ромашек. Веточки тоже надо прописать. Какие-то веточки же есть. Вот подобные такие, да? Они могут быть темной краской. Вот я беру очень много темной краски и провожу еще разок, да? То есть они могут и здесь быть, и здесь, и куда-то здесь уходить. Делаем много веточек. Интересных. Кувшинчик. Теперь кувшинчиком займемся. Кувшинчик тоже еще не совсем закруглился. Его надо еще набирать. Вот она, тень. Пусть будет. Набираем немножко еще. Можно сделать вот этот вот рисунчик, ниточку такую на нем, как белильцы и охру, да? И делаем такой примитивный рисуночек. Чуть-чуть. Он там не особо виден, поэтому не надо его сильно. Линию вот можно сделать. Смотрим еще раз внимательно. Самые темные места. Вот где-то здесь, да? Темное место есть. Вот оно. То есть намечаем его. В листьеве еще разок проходим все моменты. Может быть сделать зеленый какой-то вот здесь, синий блик. Это будет отражение от растений. Видите, как хорошо сразу этот блик? Там он не виден, а вот вы можете это использовать. То есть отражение какое-то, да? На кувшине может быть тоже какое-то отражение. Вот это. То есть тут дно, оно такое уходящее. Вот таким образом сейчас детализация проходит вот этого всего написанного. А в целом уже все готово. Ромашечки еще разок давайте пропишем вот эти вот, хотя бы в некоторых местах. Вот так, посветлее. Одну. Видите, у нее какие светлые заканчиваются лепесточки. Можно здесь еще блячок вот этот сделать. Видите, я голубой краской немножко еще могу позволить. Такие вот проблески. Ромашки, чтобы разнообразить, их надо просто в некоторых местах чуть-чуть посветлее сделать, а где-то чуть-чуть набрать по тону. Интересно то, что на фоне, вот на этом, на темном, они очень хорошо гармонично смотрятся. А можем сделать вот здесь, допустим, тоже вот такое светлое пятнышко сирени. Дальше. А может быть где-то здесь упали лепесточки. И мы их можем вот таким образом показать. Но как опять, учитывая законы. Какие? То есть если он в ближнем плане, то мы его рисуем конкретно. Если он на дальнем плане, то мы его так вот намечаем с легонца. Непонятно как. Но веточку тоже можем продлить вот здесь. Вот она пойдет вот сюда. Сюда. И вот тут выйдет. От нее можно пустить немного тени. Вот тут вот больше хаотичные мазки, непонятные должны быть. Парочку цветочков. Вот это интересная тоже цветовая такая гамма. Ну попробую еще ее. Чуть-чуть. Вот она там с голубой какой-то краской. Ну краски довольно-таки много уже. Так что пусть и таким пятном будет. Можно, конечно, все-таки сделать. Сейчас белились нужны. Просто-напросто. И лепесточки вот эти вот поделать вот такие. Тут уже фактура есть. Конечно, можно еще раз с пакетиком вот это вот прописать. Так. Еще смотрим-смотрим по всему мино-терморту. Что бы мы могли еще улучшить. Вот здесь, может быть, блячок какой-нибудь поставим. Оранженком немножко. Поднакидаем чуть-чуть. Вот. Он интересный становится, кувшинчик. Так. Зелененького вот здесь. Чуть-чуть перебить эти ромашки. Так. 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 Интересный натюрморт, можно еще находить, еще находить всякие вещи такие вот. Так, ну я думаю, фактически все. Немножко темных охристых пятен добавим в некоторых листах, но натюрморт уже состоялся, можно это немного добавлять где-то что-то, но в целом надо уже аккуратнее вести работу. Потому что можно что-то и испортить. Много-много вот этих мазков получается, но вот из всего этого нам надо выделить какую-то структуру, которая будет интересна. Вот я теперь, видите, мастихином дорабатываю общие тоновые пятна, листочки показываю. Липисточки всячески интересные. Ну вот можно еще разок прописать где-то рисунки. Какие-то навази там. И, конечно же, роспись. Обязательно маленькую роспись. Роспись очень маленькую, аккуратненькую роспись. Вот такую. В целом все состоялась работа, все хорошо. Ну вот и подошло к концу наше видео. Что бы я хотел сказать? Вам важно научиться смотреть в целом на весь объект, на весь натюрморт. И находить первое. Это большие формы. Большие формы. То есть, еще раз, сами листья, кувшин, плоскости. Все по плоскостям, по большим массам. И, исходя из этого большого всего, уже писать, писать и потом до детализации. Но детали надо прописывать, исходя из больших вот этих масс, исходя из всего натюрморта. Если вы научитесь действовать в унисон со всем натюрмортом, а не отдельными кусками, то у вас получатся великолепные работы. Если же действовать вот таким образом, что прописали сирень. Один кус здесь, один здесь, третий здесь. И они все могут не совпадать. Они отдельно могут, вот если их вырезать ножницами, холст, отдельно он может смотреться хорошо. А вместе они, все три части, не совпадают. Вот этот натюрморт развалится. А вам надо вот научиться весь натюрморт выполнять в унисон. Один колорит задать. Один тон такой. Я имею ввиду, вот если на нее, на этот натюрморт поставить прожектор, то будет другой тон всего натюрморта. То есть он будет намного сильнее освещен. И будет яркий очень, там больше белил будет. И поэтому весь натюрморт надо будет писать в более светлых тонах. А если погасить свет и дождаться вечера, и впустить какое-то ламповое освещение одно, то он будет темнее, весь полностью тон темнее. Вот это все надо учитывать, угадать. И вот исходя из всего этого большого, довести до маленьких, до деталей, до детализации. Вот тогда будет получаться. Ну, в целом, друзья, покупайте мои видеофильмы. У меня есть различные фильмы. Горы, как написать. Пленер в Коломенском, в музее-заповеднике, город Москва. Новодевичий монастырь, Пленер. То есть натюрморт кисти и палитра. Там такой натюрморт. Вот, кстати, он сбоку здесь изображен. Может быть, он видно. Тут много предметов сейчас навалено. Но, то есть, и такой натюрморт я тоже создавал видеофильм. Записывайтесь на мастер-классы. Всегда буду вам рад. Буду рад помочь. Находите меня в ВКонтакте. Я есть ВКонтакте. Я есть на Фейсбуке. У меня есть сайт. Пока есть. Я не знаю, будет ли он в дальнейшем. Сайт картина.ру В Яндексе можно найти на английском языке. Только после К черточка. К черточка. Артина.ру Вот на сайте можно посмотреть и обо мне всю информацию. Там есть и видео. Ролики какие-то можно посмотреть. Есть мои картины, работы. Я пишу портреты на заказ. Там все это можно увидеть. Ну, а в целом, друзья, удачи вам и хороших-хороших картин. Работайте больше. У вас обязательно все получится. У вас будет получаться все лучше и лучше. Вот вы видите. Главное работать и не останавливаться. Главное писать, писать и писать. Много-много-много различных этюдов, набросков. Законченных работ, законченных картин. И смотрите самое главное, что делают великие мастера. Что делали. Это в музеях надо смотреть. Надо всматриваться. Надо думать, как они работали. Что они думали при том, как изображали. Вот картина. И надо посмотреть, что художник думал, когда он дерево вот это изображал. Зачем оно здесь. Почему так. Как он мазки накладывал. То есть анализировать и думать. Всматриваться. Изучать историю живописи. И со временем вы станете хорошим мастером. Может быть вы уже конечно мастера. Но предела совершенства нету. Можно по этой лестнице долго-долго идти вверх. Так, чтобы добиться всего лишь одной, в конечном итоге, одной достойной картины. Некоторые живописцы писали по 50 лет. А в итоге приходили только к одной, которая вот картина ему давалась. Все 50 лет направлены для того, чтобы получить одну единственную настоящую картину. Вот смысл и художника в чем заключается. Может быть не одну из десяток, но как знать. Смотря какой художник. С вами был я, Ревякин Дмитрий Владимирович. До встречи. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok